Всем привет! В самом деле и на самом деле. Какая разница, когда мы говорим в самом деле, а когда на самом деле? Давайте посмотрим сегодня разницу между этими выражениями. Пожалуйста, используйте субтитры на русском и на других языках. В самом деле мы говорим, когда мы хотим сказать да, это так, да, это правда, в самом деле. Например, у нашего соседа восемь детей. Это много. Да, 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 в самом деле восемь детей. Кстати, это правда. Когда я жила в Париже, у нашего соседа было восемь детей. Они ездили вместе на небольшом микроавтобусе. Я говорю вам, у моего соседа восемь детей. Вы говорите да, серьезно, да, да, в самом деле. Или вы можете сказать в самом деле восемь детей. Да, да, в самом деле восемь детей. На самом деле значит в реальности. Значит, то, что я сказала, это была неправда. Например, у нашего соседа восемь детей. Да ты что? Правда восемь детей? Да нет, на самом деле у него двое детей. Двое уже неплохо. На самом деле у него двое детей, значит в реальности у него двое детей. Восемь это было неправда. Ещё один пример. Мы не пришли на урок в университете, мы не пришли на лекцию. Наш профессор спрашивает, девочки, две подруги не пришли, почему вы не пришли на лекцию? И девочки могут сказать, ой, Мария Фёдоровна, мы застряли в лифте. Застревать, застрять в лифте, это когда мы заблокированы в лифте. Лифт не едет. Мы застряли в лифте. И потом мы можем сказать нашим друзьям, да, мы в самом деле застряли в лифте. Значит, это правда. Мы в самом деле застряли в лифте. А я должна сказать вам, дорогие друзья, что это реальная история и что однажды мы с моей подругой Сашей в университете на факультете французского языка не пришли на урок и потом сказали, что мы застряли в лифте. Но это была неправда. На самом деле мы пели французские песни в парке. На самом деле, значит, в реальности. В реальности мы пели в парке. Это неправда. История про лифт. Мы сказали неправду. На самом деле мы пели в парке. Еще пример с в самом деле. Знаете ли вы, дорогие друзья, что самое холодное место в мире находится в России, в Якутии? Это оймякон. Вы говорите, о, серьезно? Правда? Я говорю, да-да. Самое холодное место в мире в самом деле, в самом деле находится в России. Я думаю, что зимой там температура может быть ниже, чем 60 градусов Цельсия. Минус 60. Это рекорд, я думаю, в этом регионе. Да-да, самое холодное место в мире в самом деле находится в России. И последний пример с на самом деле. Первого апреля. Первое апреля это день, когда мы разыгрываем наших друзей или семью. Разыгрывать, разыграть здесь значит шутку, пошутить. Какую-то шутку сделать. Разыгрывать, разыграть. И вот, например, ваша подруга кричит. Ой, кот разбил экран. Скорее, скорее, иди сюда. Кот разбил экран компьютера. Разбивать, разбить, значит бум. Экран больше не работает. И вы прибегаете, и вы смотрите. Да, экран разбит. Там видно, что он разбит. И вы говорите. О-о-о-о! Мой дорогой компьютер! Мой экран! Я его купил так дорого! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! И потом ваша подруга говорит. Да нет! Все хорошо! На самом деле это просто фотография. Это фотография разбитого экрана. С экраном все хорошо, но кажется, что он разбит. На самом деле он не разбит. На самом деле, значит, в реальности. Вот так, дорогие друзья. Я надеюсь, что вы поняли разницу между в самом деле и на самом деле. Пишите ваши примеры. Практикуйте русский язык. Я скажу вам, если будут ошибки. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь. А также у меня на сайте. Приходите в мой клуб Дача, чтобы получать видео и подкасты с субтитрами, с транскрипциями каждые пять дней. Целую вас! До скорого! Пока-пока!